Но при этом, естественно, родовые черты канадской команды никуда не денутся. Ну а так, в общем, да, канадцы в любом состоянии претендента на медали самой высокой пробы А и Б за три года до начала Олимпийских игр. Вполне понятно желание Федерации хоккей Канады дать молодым возможность почувствовать опыт международных сражений, получить бесценный опыт игры на больших европейских площадках и так далее, и так далее. Ух ты! Штанга! Спасает ворота. Ну вот белорусам, вот они опять же, как, вот играют же с канадцами, да, и все мы знаем, что канадцам не дать первые 10-15 минут забить и почувствовать игру. И вот тогда вот уступают, отдают площадь, ну вот и вот и гол, пожалуйста. Сами отдают, такое ощущение, что они испугались. Да, не стали белорусы закрываться, но как-то уж очень много они позволяли сопернику, и вполне логичную, быструю шайбу канадцам забрасывают. Андрей Медзин не сумел здесь своих партнеров выручить, и счет открыт Джордан Эберли. Всего лишь 1 минута и 52 секунды потребовалось канадцам для того, чтобы открыть счет. А в этой встрече нападающий Эдмон Туэдлер с 90-го года рождения, чемпион мира в составе молодежки, открывает счет голам своей сборной на этом турнире. Нет, менял тут его защитник Дмитрий Куровов. Вот наброс на пятак и теряет шайбу Реймер из вида, а добить ее не успевают. Номер два. Ой-ой-ой, Реймер как-то очень странно играет, и тут сантиметра уже запихать шайбу у ворота не может Андрей Степанов. Но вот настоящий штурм белорусской команды, и на гол-то уже, казалось, наиграли подопечные Занковца. Но только казалось. Продолжается атака через несколько секунд. Канадцы будут играть в полном составе. Нет, не удается использовать численное преимущество. Очень опасно сейчас было перед воротами канадской команды. Ух ты, как сам Люкшен под силовой прием попадает, и все-таки добивается белорусская команда своего. Молодцы, молодцы. Заставили канадцев ошибиться у себя в зоне. Хороший пас и добивание. Немножко здесь все-таки удача повернулась. Вот я что говорил, не забили втроем. Канадцы могут получить обратно. Вот оно. Да, и вот это мы называем трудовой гол. Но вообще, честно говоря, какая-то паника и давка здесь у канадцев началась. Сначала там игрок не сумел шайбу из зоны выбросить. Здесь ошибся за воротами. Отметим, конечно, действие Китарова, который там классный силовой прием против Шерба провел. Роман, извините, перебьет. Это касса пас был, это не шайба скачал. Здорово, прям на пятачке сыграл. Седьмой номер, да, там у нас или семнадцатый. Потрясающе, как канадцы играют не в свой хоккей, не в тот хоккей, в который они привыкли играть вообще. Ну вот, похоже, Хичкок выводы делает определенные. Понимает он, что такой родовой канадский хоккей не может быть одинаково эффективен на большой площадке на протяжении всего матча. И поэтому старается летать. Какие варианты адаптировать его тем условиям, в которых его команда проводит этот турнир? Полетел там клаттербак вбивать очередного оппонента в борт, но, похоже... Ну, наверное, еще, наверное, все-таки, да, команда приехала, да, в Европу, да, не адаптировалась. И, наверное, все-таки не экономичила. Но посмотрим еще достаточно долго времени. И вот опять опасный момент. И... Ой, шайба не закорит ворота. Там поленочки прокатилась и вышла. Сейчас... А сейчас не мытьем, так катанием. Канадцы пытались взять ворота Андрея Мезина, но, опять же, стал тут непреодолимым препятствием. Он на пути шайбы в ворота. Канадцы отвоел лучший в углу площадки. Бросок! Ух ты! Это Скинер! Потрясающе здесь исполнил. Да. Едва один. Канада вновь выходит вперед. А все-таки, конечно, просто... Сейчас бы-то вроде была у защитников, да, белорусов на группу. Не сумели здесь вывести из зоны. Здорово анализал борьбу Джон Таварес. Ну и, как здесь Скинер разобрался, загнал словно бильярдный шар в лузу. Да, Мезин ничего не смог сделать. Но то, что перекрывать дальнюю, да, ближнюю, ну, Скинер, конечно, очень здорово сыграет. Реализация просто, просто, 100%. Что здесь вообще-то есть-то? Было ли покушение на его здоровье? Ритмеш. Ритмеш за воротами. Столпотворение в офисе Грецке. Подключается Люкшенко к этой атаке, но бросок у него толком не получается. Федная атака канадцев. Цепляется Александр Павлович своего оппонента. В итоге Шайба для своих партнеров угрызает. Стась в углу. Партнеры приезжают ему на помощь, но не удается до Шайба добраться. Скинер на чистый лед ее отбрасывает. И правильно, за черные ворота. Во-первых, там Скинер поборется за нее. Во-вторых, и сменится можно Люкушену. Но вот партнеры Скинера не проявили. Серьезного энтузиазма. Товарес. Вот они не уходят. И гол! Какая пауза! Выманил Товарес Андрей Медина из ворот. На паузе. Две минуты играли, столько осталось сил. Может, канадцы специально это делали, да? Играли так в легкую, да? Давай белорусам потренироваться немножко. Но сейчас гол, конечно, очень классный. Казалось бы, все. Там уже сделал Владимир Денисов. Рухнул он там под ноги соперника, пытаясь выбить шайбу. Но Товарес сохранил контроль. Давайте смотреть. Считай, наверное, все-таки здесь ошибка Медина. Очень далеко лучше. Он думал, что-то будет братцов. Ну, выманил. Кто вывел его Товарес на этой паузе. И потерял, да, Андрей Мезин в ворота. Несколько во время этого. Как будто ни было, Сергей Демагина выговоряет на скамеечку штрафников. Канадцы получают численное преимущество. Товарес выигрывает. И вот он, простая, простая комбинация. Вот бросок защитника. Загорожен Мезин двумя игроками. Все, гол. Раз, два, три. Пять секунд. Потребовалось канадцам на то, чтобы использовать численное преимущество. Четыре-один. Ну, это планируется тому, что может закончить шесть-один. Такой результат, как и на прошлом чемпионате. Опять же, вторая шайба, да, четырнадцатого номера. А разве... А, да, здесь. Добил. Добил в пустые ворота. А где защитники были? Вот это вот, ну, не выразительно. Вот смотри, защитник накатывается. Это двадцать пятый номер. Сергей Колосов. Сергей Колосов. Ну, он просто едет, накатывается. Да, у него такое ощущение, что, ну, добьют, не забьют. Ему все равно. Вот видите, да, даже попытки не делает человек. Попытки не делает, чтобы помешать. Прыжки я бы попытался сделать. Ну, так, ну, забили-то забили.